В этом видео. Очень плохо. Фу, мальчикок! Где мы могли за 50 рублей? Это какая-то дичь. На постсовый продукт реально слали, я в шоке вообще. Я заказывала себе одноразовый пинцет. И как? Похоже на пинцет? По-моему, нет. Всем хай! В общем, произошла такая ситуация, что я подумала, решила, что мне просто жизненно необходимо скупить всю самую дешевую косметику с Вайлдбриса. Прямо всю самую дешевую косметику с Вайлдбриса. Поэтому я сделала это. На самом деле, на Вайлдбрисе просто гигантское количество китайской дешевой косметики. Я выбрала самую лютую из этого из всего. Ну, типа, знаете, я нашла блеск для губжи за 60 рублей. За 60 рублей! Но к нему мы вернемся чуть позже. Перед тем, как мы начнем обозревать самую дешевую косметику с Вайлдбрис, предлагаю вам открыть комментарий и попробовать угадать стоимость продуктов раньше, чем я озвучу цену. Спойлер-ответы вас удивят. Этап первой базы. Однажды в рекомендациях в шортсе... Угу, я из тех, кто смотрит шорт. Я увидела вот этот стик. И я поняла, что этот стик используется в каждой корейской драме. И это сейчас абсолютный мега-хит в Корее. Я подумала и решила, а может быть, такой стик возможно найти на Вайлдбрисе. И, дорогие друзья, я действительно его нашла. Это не самый дешевый продукт. Не отвлекайтесь на название, тему видео. Просто я не могла проигнорировать эту штуку. Вот так вот выглядит этот стик. В отзывах даже пишут, что он оригинальный. Давайте его посмотрим. Этот стик типа используется для того, чтобы сгладить всю свою кожу, убрать морщины, если таковые имеются. И сделать ее прям, знаете, вот как будто в фильтре. Небольшой свотч. Но на самом деле похоже на жижу. Ладно, тестирую. Честно, ожидания на нем невероятно огромные. Все еще не сделала обзор на эту потрясающую палетку. Ребят, один лайк и я сделаю. Представляете, какое выгодное сотрудничество получается? Прекрасно, чувствую себя теперь отлично. Что ж, поехали, где-то мои морщины, о боже мой. Я думаю, по моему лицу все понятно. Ощущение, что... Фу. Очень плохо. Это точно разводное акушерство, это очень плохо. Ощущение такое, что ты намазал себе блеск для лица, на лицо. Ой, блеск для губ на лица. Но он не рассчитан на то, чтобы мазать его на лицо. Вы вообще видите этот странный жирно-блеск на моем лице? Я не понимаю, как на это вообще теперь должно влить тональное средство. Ну, мы, конечно, до конца же добьем. То ли это фейковый продукт, потому что у меня нет объяснений ужасности его. Пахнет, кстати, тоже странно. Обычно корейская косметика пахнет вкусно, что вызывает у меня ряд вопросов. Но говорят, что те, кто пробивал это по QR-коду, который есть на коробке, типа это оригинал, но оно так странно ощущается. Вот, честно, как будто я обмазалась жиром. Каролин, хочешь? Попробуй! Он говорит, теперь imagine у меня это на лице. Я вижу. Короче, я не поняла, какие вообще даже в теории морщины эта штука может закрыть. Разве что она может отличить внимание, потому что блестит жирным блином тогда, да. Тогда понятно, но очень странное ощущение. А теперь попробуйте угадать цену. Три, два, один. Кошмар. Хотя по отзывам все было понятно изначально. Я просто не понимаю, эта штука стоит больше косаря рублей. Катастрофа! Ну как так-то? Я очень разочарована, я реально ждала эту штуку, потому что я была уверена, что она даст тот самый классный эффект. Но, блин, они все сидят с этими фильтрами, кто снимает. А потом, когда ты эти фильтры смотришь, в ужасе. Ну реально, кому вот такое вообще может понравиться? Кому-то нравится не иронично. Мне нет. Как вы знаете, я очень люблю шоппинг. На моем канале более сотни видео, где я распаковывала всякие штуки. И в последнее время я стала покупать всевозможные товары через сервис Тинько в Даляне. Там более тысячи магазинов-партнеров. И этот список постоянно обновляется. Например, вы можете купить обувь в рандеву, ей 21, личи, косметику в Ревгоше, что-то для дома в Козе Хом. Самая главная фишка сервиса в том, что вы можете оттуда все и сразу купить то, что вы захотите, а оплачивать будете большую часть потом. Как это работает? Формируйте корзину в любимом магазине. Выбирайте способ оплаты долями. Вводите номер телефона и оплачиваете первую часть. Кстати, оплачивать можно картами любых банков. Оставшиеся три доли спишутся с шагом в две недели. Короче, ребятки, совершайте ваши покупки онлайн или офлайн частями. Никакой комиссии, кредитного договора, проверки кредитной истории. И никаких переплат. Сервис абсолютно бесплатный. В общем, кликайте по ссылочке в описании и наслаждайтесь очень выгодными покупками вместе с долями. Этап второй. Спонж и тон. Во-первых, давайте я покажу вам спонж. А во-вторых, давайте бы все-таки предположить, сколько стоил самый дешевый спонж на Wildberries. Ваши варианты 3, 2, 1. 50 рублей. По мягкости мягинка, по цвету оранжевый. Слушайте, ну спонж даже со скушенным дном, посмотрите, очень удобно будет и просто тон наносить, и какие-то вот такие вот кусочки, по идее, прорабатывать. Ну и пахнет он, если честно, абсолютно адекватно. Он не пахнет никакой химозой. Я удивлена. Неужели мы нашли идеальный спонж за 50 рублей? Но это не точно. Но это не точно мягко сказано. Рылина, пошла мне спонжик помыть из будущего. Я все сижу и не могу набомбиться. Вот, ребята, меня несет. Что? А это больше мы делаем какую-то желтую жижу. За что? Ну нет, не сама, мне опять давит голос. Может, не конечно кажется, но по-моему она там желтая, как моча. Я пойду кофе попью. Я, короче, начала давить в спонж. Я не знаю, я его с него так сильно нажала. Ну, короче, он, вот смотрите, это какая-то желтая рыжая. Видишь? Жесть какая. А давай восьмого, по-моему. Типа первый раз, когда я его делала, было еще хуже. Ну, прям моча. А косный продукт реально слали. Я в шоке вообще. Посмотри на свое отражение. Ты видишь, как ты блестит? Мне очень жаль. Ребята, нас всех разводят, как у кушеров. Боже, ты смотри на это. Как же не должно. Слушай, как будто бы я могу тупить, но, по-моему, у бьюти блендера, который вот этот вот розовый. По-моему, у него так же, когда первый раз моешь. Но то, что она оранжевая, реально выглядит как моча. Вообще не класс. Кстати, знаете, пользуясь случаем, расскажу вам историю. Вы когда-нибудь пробовали, ну, бомбочки для ванн? Наверняка когда-то пробовали. Так вот, никогда не пробуйте желтую или оранжевую. Она распоряется, становится желтой, оранжевая. Я думаю, что сломаешь в моче. По мягкости мягенькая, так что, наверное, он норм. Моему лицу совсем-то плохо. Ну да, ты прям, я даже не знаю, как это описать. Вот ты подберите, как бы, как вылезли. Ну, да. Я хочу кулич. Вернемся к тону. Я долго искала хороший тональный крем, который был бы очень дешевый, чтобы у него были отзывы хорошие. Единственное, что я нашла, это тон от Luxe Visage. Это белорусский бренд. Отзывы были потрясающие. В принципе, цена тоже укладывается в рамки бюджета этого видео. На самом деле, я тоже снимала про самую-самую популярную косметику с Wildberries. И я брала там тушь от Luxe Visage. Сначала мне категорически не понравилось, но потом она мне категорически настолько сильно понравилась, что я поняла, откуда такое гигантское количество заказов. Надеюсь, что тон Luxe Visage будет не хуже. Смотрите, здесь, оказывается, у нас даже защита есть. Наталогично. Самый, по идее, светлый оттенок. Ну, по консистенции, кстати, норм. Как биви-крем, как будто бы. Проверим. Страшно. Luxe Visage, да лоруй мне силу элитности. Надеюсь, тональный будет достаточно попозин и сможет перекрыть вот это вот все просто бракобесие. Только Luxe и только Shrek. Так вот, кто может спасти ситуацию? Господи, как это плохо выглядит. Такой кошмар, как будто бы он стал блестить еще сильнее. Надеюсь, я наложила достаточно количество тонального средства. Погнали вместе со спонжем. Нет, ладно, тон получает от меня лайк. Спонж, на удивление, несмотря на то, что он весьма имеет вайбы уретры. Не уретры. Мочи. Он врандит. Собрались. Кстати говоря, не понимаю, как оценивать этот тон. Потому что, с одной стороны, мне нравится тон. Ну, типа, реально я чувствую, что он неплохо растушевывается и все такое. С другой стороны, я чувствую этот мерзкий блеск от первого тупого средства. Вот вам и лайк уретры. Luxe, Заш, у меня есть к тебе особая симпатия. После наших с тобой отношений остушью. Но не понимаю, я не понимаю. Не способен ты перекрыть этот корейский продукт. Ну, не получается у тебя. Вот все равно блестит. А теперь попробуйте угадать, за сколько я его купила. 3, 2, 1. За 240 рублей. Этап 3. Консилер. Здесь, слава богу, можно было выбрать оттенок. Но из того, от чего я очень долго орала, что каждый разный цвет этого консилера стоил разную сумму денег. Я взяла самый светлый, и он был самый дорогой. Попробуйте угадать, за сколько я его купила. 3, 2, 1. 55 рублей. А тот, что был подешевле, стоил, по-моему, 45. Но это был второй или третий оттенок, мне бы не подошел. Кстати, слушайте, но упакован он знатный. Выглядит как будто бы здорово. Давайте посмотрим. Возможно, даже отзывы не лгут и консилер мало того, что дешевые, так еще и хайповым окажется. Упаковочка-то какая эстетичная. Вау. Не, реально, кстати, я без шуток говорю, очень эстетичная выглядит упаковка. И реально, если я была бы в Китае и увидела бы такой продукт, я бы, скорее всего, заинтересовалась этим брендом. Очень круто. Очень круто сделано. У меня шок. Не знаю, насколько это хорошо внутри, потому что страшно представить, сколько стоит такая упаковка. Он с отдушкой. Он еще и духами киндопак. Да, приятный. Ну-ка. Ладно, тут ничего не понятно. Ну, как будто бы он прикольный. Смотрите, почти перекрыл мою вену. Кстати, какой у меня цветотип? По вене. Прошло определенное количество времени. Я все пыталась замазать этот блеск, но жирный блеск никуда не пропадал, поэтому такие дела. Дальше будем тестировать консилер. Вот этот. Я не знаю, что еще о нем сказать. По-моему, все уже было сказано. Погнали тестировать консилер. Меня так бесит, что я так сильно блещу. Это просто кошмар. Он плюснул. Он плюснул. Он плюснул. Ну и что это? Ты познал дно, понимая все, мы его познаем. Как будто бы я вообще не понимаю эффекта от этого консилера. Вы знаете, как будто он у меня был в руках, как будто я нанесла его на лицо, но как будто оно там не прижилось. Да, ребята, это, конечно... Вы знаете, что можно было бы править сказать? Деградация мда. Вот именно деградация мда это... Почему я не Шрек? Я бы хотела стать Шреком. Жить себе на помойке. Хотя я и так живу на помойке. Но не в грязи. Нет, в грязи тоже живу. Этап 4 пудра. Следующая это минеральная пудра. Ваша цена на 3, 2, 1. За 70 рублей. И упаковка, честно, уже не вызывает у меня особого как-то уважения. Она пришла вот в таком состоянии, это не я сделала. Но понятно, что никто не открывал, скорее всего, просто на складе не супер хорошо. Ее закрыли и оформили, но все равно стремно. По упаковке она очень похожа на корейскую фирму Innisfree. У них буквально такой же вайд, такое же оформление. И даже, по-моему, логотип очень похож. Как это она вся странная. Ну, материалы, знаете, такие прям вот вообще мега-мега дешевые, конечно. Ой, хорошая. Прямо сразу могу сказать, что хорошая. Сейчас на лице оценим. Я не знаю, сможет ли она справиться с этим журнючим блеском. Как будто мне кажется, что тон, ой, база за полторы тысячи с доминирует все остальное, потому что она самая дорогая. Но как продукт за 70 рублей может справиться с тем, что стоит полтора кеса? Я не знаю. Ааа, ну что, ну что, ну что, ну что, ну почему сейчас такое такое происходит? То консилер дно, то это жучка дно. Но это не помешает мне, конечно, использовать пудру. Но спонж, конечно, это просто не спонж, катастрофа какая-то. Недаром он на пол упал. Пудра-то норм. И она даже норму монтирует, но, конечно, спонж категорически не приветствую. В общем, пудра на самом деле класс. Я рада, что она убрала этот говнючий блеск с моего лица. Больше нет эффекта уретры. Это, в принципе, хорошо. Этап 5. Брови. Карандашик для бровей. По цене, кстати, дорого. Ваша цена на 3, 2, 1. 82 рубля. Уж на фоне, знаете, вот подводки, что там за чудо-карандаш такой должен быть за 80. Я надеюсь, что это действительно стоит своих денег. Посмотрите, какая просто катастрофа. Во-первых, лежала в обычном целлофановом пакете. Во-вторых, никакой дополнительной защиты. Извините, я уже привыкла, что они ходят в коробочку. Коробочку в пленочку. Предмет в пленку. А это что? Просто взяли и швырнули в пакет. Кто фирмит называется? Ля Роза. А производитель кто? Я Румун, Кинг, Имп. Думаю, что это Китай. Обычно просто пишут Made in China. Тут написано Made in Canary. Это так странно. Ну ладно, неважно. Оу, май гад. Ну это вообще гадость, конечно, полная. Я не представляю, что с этим будет, когда ты это нанесешь на брови. Это прям совсем плохо. Ты взяла черный? Нет, это серый. Это должен был быть серый. Естественно, я не брала черный. И на сводчик у них он вообще не такой. Почему он такой? Кошмар. И вообще, знаете, что я только что зашла, проверила, когда? Тут написано, что это корейская косметика. Они наглые лгут. Вот смотрите. Корейская написано. Корейская. Лгут. Некрасиво так. Признаюсь честно, я ничего так сильно не боюсь в этом видео, как вот этого карандаша, потому что уж больно, он говневат. Он у нас и серый, и какой-то странный, черный точнее. Он жирный и вообще непонятный. Но надо тестировать. Сам себя не протестирует. Вдруг кто-то захочет купить его, а он окажется отстой. Благодаря мне вы его не купите. Но он, конечно, похож под цвет на мои брови, но я привыкла к той пользе с чем-то более, ну, другим. Вы знаете, дорогие друзья, мне как будто бы жаль это говорить, но как будто он лучше, чем мне показалось на первый взгляд. Цвет действительно серый, но для тех, у кого черные брови, в принципе, как будто бы норм. Норм же, да, как будто? На камере, по крайней мере, точно норм. Так странно. Я бы могла сказать то, что я больше не буду делать преждевременных выводов, но я так говорить не буду. Мне уже хватило один раз сказать, что я не выпущу больше бьюти-бокса, а потом выпустить бьюти-бокса. Поэтому не буду говорить больше таких громких слов никогда. Вы знаете, сегодня кажется вот так, а завтра кажется иначе, и зачем тогда вообще быть конкретным таким человеком, чтобы тебе потом не доверяли. Правильно? Правильно. Поэтому не будем больше таких громких слов на местор кидать. У меня некоторые проблемы с речью, потому что я в шоке этого карандаша, и он реально норм. Ха-ха-ха, как же я ошибалась. Видите мои брови? Я тоже вижу. И они синие. Дизлайк карандашу за 40 рублей. Этап 6. Тени. Вообще, на самом деле, я знаю, что у огромного количества людей есть некие предупреждения перед китайским качеством, перед китайской косметикой, но на самом деле, если что, это не реклама. Не бойтесь китайских продуктов. Китайских продуктов есть огромное количество невероятно крутых брендов местных, есть невероятное количество хорошей одежды. Понятное дело, что среди кучи хорошего есть и куча отстоя. Но если обращать внимание на отзывы, тестировать, смотреть, и просто, не знаю, те же самые китайские тиктоки, смотреть, что именно они используют, какие предметы, вы можете собрать себе реально очень клевые продукты, у которых не будет аналога даже корейской косметике и японской, потому что у них там вообще все свое, ну, как и сегодняшний наш макияж. Поэтому давайте поедем дальше. Но я должна была сказать вот это важное вводное слово, что в целом, несмотря на стереотипы, нет никакого смысла бояться китайской косметики. Почему я это сказала? Один из самых следующих популярных продуктов в категории самой дешевой тени, это вот такая вот палетка китайского бренда. И, если честно, про эту палетку я видела и слышала очень много. По идее, она должна быть суперской, если это не окажется Левакон, ну, вроде как все выглядит достаточно оригинально. Добилась, ну, да, я это не заметила, но сейчас я вижу, о чем ты говоришь, но, честно говоря, я не думаю, что мы поюзаны, ребят. С ними тоже можно что-то делать. Она стоила, она стоила. Ваша цена на 3, 2, 1. 216 рублей. Ну, с 216 рублей палетка ярких теней, у которых аж 2000 положительных отзывов и купили ее больше 17000 раз, я думаю, что она не должна нас подвести. И только что я поняла, что в этой палетке вообще нет базовых цветов. Типа, здесь не с чем тушевать, мне нужно просто выбрать какую-то гамму, в которой буду делать макияж. Поняла я это, я реально только сейчас. Ну, ладно, я возьму самые светлые желтые тени. Понюхай, они прям пахнут. Кстати, я этого не заметила, когда мы ее раскрывали. Дррр. Пудрый, да, какой-то дешевый. Ладно, поехали. О, ребята, а сколько слов было, что палетка класс. Вот это, конечно, я понимаю. Пигментация примерно на уровне где-то между нулем и бесконечностью. Ха-ха-ха, сложные математические шутки. Конечно, что-то да есть, но этого слишком мало. Возможно, конечно, на базу бы оно и легло хорошо. Но желтый сам себе такой капризный цвет. Это действительно так, желтый сложный. Это же китайская косметика должна быть ядреной яркой. Теперь наношу другой желтый оттенок, который уже будет поярче. Твой буду наносить во внутренний и во внешний уголок глаза. Стало ли желтее? По-моему, нет. Беру более маленькую кисть. Оранжевый. Вы надеете на то, что будет хорошо. Так, ну с оранжевым, да, хотя бы уже понятно, что что-то да происходит. Тень, конечно, очень тяжело между собой перемешивается. Очень тяжело друг на друга наслаиваются. Но в целом для каких-то более монохромных образов, мне кажется, нормально получается. А на нижний век, я думаю, я тоже сделала тот же самый оранжевый. Но, кстати, продукта требуется достаточно много. Центр, как видите, я не закрашиваю. Жаль, что они между собой не перемешиваются, потому что, конечно, можно было бы что-то очень интересное сообразить. Но ладно, хоть так. Хотя бы, кстати, да, правда, не сыпь, что это нормально. Теперь возвращаюсь снова к нашему любимому консилеру, который на дне. И вот чисто в самый-самый центр я его наношу. Боже, когда это был мой самый любимый макияж, я рада, что сегодня я снова его повторяю. Хоть и не самая лучшая косметика, к сожалению. Этап 7. Хайлайтер. Сейчас у меня в руке хайлайтер. Сколько он стоит? Все, я еще напоминаю, что это видео про самую дешевую косметику с Вайлдерис. Пользуясь случаем, у вас было много времени подумать, сколько эта прелесть стоит. И она стоила 169 рублей. И отзывы там просто потрясающие. Выглядит он вот так. Вот он тоже идет в защитной упаковочке. Но, конечно, на качество мы же гораздо ниже, чем то, что было, например, в консилере. Но ладно. В любом случае, запаковано хорошо. Слушайте, ну выглядит прям славно. Я бы поверила, если бы этот хайлайтер румяна стоили бы и рублей типа оля 500-600. Капец, это... Это же бьюти-бомб! Это же абсолютно одинаковая упаковка у бьюти-бомб из коллекции бьюти-дачи. Я точно помню... Аааа! Блок! Ужас! Фу! Нет, это персик. Я подумала, что это химоза... Я просто испугалась за пупа! А вот, собственно, и хайлайтер. Что я буду с ним делать? Ну, во-первых, я нанесу его себе на скулы, нанесу его себе на нос. Жаль, у меня нет средств для контуринга. И благодаря хайлайтеру мы с вами поймем, насколько удастся спасти этот макияж глаз. Или тут уже шансов нет. Намешаю оба этих оттенка. Наношу вот сюда. Ой, ну слушайте, ну блестит, конечно. Конечно, поблескивает. Притом, что он мне еще киснет для хайлайтера, потому что я свой вот это делала. Ну, вообще знатно. Надеюсь, вам видно блик, потому что мне прям видно его отлично. Вроде я к вам боком села, он должно быть тоже хорошо видно. Честно, я в шоке. Я не думала, что он будет настолько хорош, потому что он дал реально крутой мокрый эффект. Искренне надеюсь, что вам это видно. Он прям супер сияет. У тебя брови синие все-таки. Мы предполагали, что так может быть. Брови синие, да? Я в ужасе, да, антидно синие. Что ж, а хайлайтер класс. Этап 8. Подводка. Подводка, фломастер. Ваша цена на 3, 2, 1. 53 рубля. Оцениваем то, что нам досталось за 53 рубля. Мне реально страшно. Вы знаете, вот из серии, с одной стороны как бы страшно, а с другой стороны очень надо. И хочется, и полится, и можется, и не можется. Чего я так на свое лицо уже не наносила? Вот серьезно. Помню, недавно мы снимали колебацию с Дашей Доши. И она сказала, что у нее очень, ну, сложное отношение с косметикой, потому что у нее акне и пост-акне. И она реально там запаривается на тему всего. В то же время я. Ну, давайте закажем самую дешевую хрень. Непонятно вообще, кем сделанную. Ну, написано, правда, что в Европе, конечно. Но можем ли мы этому верить? Вот в чем вопрос. Ну, и да. Короче, пока кожа еще живая, можем позволить себе такие различения. А там, ну, как будет. 53 рубля за подводку. Пока что я могу отметить только то, что она маленькая. И что меня смущает, тут не написано, кто производитель, типа, вообще. Тут нигде не написано, кто сделал. Что в составе здесь? А, нет, подождите, ладно. Что в составе есть? Вот надпись в составе. Но производителя нет. Или я не вижу. И не умею читать. Бэтт, это фит колорс. Если что, все претензии отставляем к фит колорс. Здесь тоже ничего не написано, но меня удивляет то, что и здесь тоже пластик. Они все запаковали так, как будто бы это дорогущая подводка. По-моему, так даже не делают подводки супердорогие. Какой-нибудь такой банди. Чтобы и одна упаковка, и вторая. И эта штука у нас... Ага, с одной стороны, вот такая хрень для рисования стрелки. Ну, это если вам лайфхак со скотчем не подходит, например. И вторая, это базовая штука. Ну, слушайте, как будто бы даже неплохо. Нарисуем сердечко, например. Ой, ну, сердечко. Я вспомнила, что ладно, наверное, это не самое страшное. Все-таки это есть на Wildberries. Там полно отзывов, и люди реально довольны. Потому что я, естественно, покупала по отношению цен на качество. Но у меня было видео, где я покупала косметику на турецком рынке. И вот там было реально страшно. Вы же видели это видео? У меня появилась идея. Я хочу сравнить две подводки. Одну вот эту, которая стоит 50 рублей. И вторая, которая стоит 1000 рублей. Которая будет у меня в бьюти-боксе. Чтобы, ну, у меня лично самой был наглядный пример, насколько моя подводка будет крутая. Еще меня, конечно, очень сильно пугает вот этот вот треугольный образец. Я даже не знаю, есть ли смысл им пробовать сделать подводку. Ну, наверное, как будто бы да. Или не париться и пробовать сразу делать вот этой штукой. Дело недаром, Жанна здесь есть. Недаром они ее за 50 рублей нам впихнули. Сколько получается, тогда это стоит 25, а 25 по их меркам? Вопрос. Начинаю с 50 рублей. Ой-ой-ой. Что это? Записька! Пожалуй, я закрою вот эту штуку. Она явно непригодна для жизни. Попробуем просто накрасить глаз подводкой. Это просто ужасно. Как хорошо, что я решила протестировать сразу две подводки. Потому что это какая-то дичь. Ей просто нереально рисовать, ей нереально рисовать, ей нереально рисовать, что получается. Короче, эта штука вообще не гнется. Она мега-мега твердая. И за счет этого не получается ничего нарисовать. И дело не в том, что у меня проблемы с фитровым наконечником. У меня вообще нет проблем ни с каким наконечником. Боже, кто эти люди, которые ставили этому хорошие отзывы? Это самая тяжелая стрелка в моей жизни. Еще и растекается! Еще и сохнет. Я не понимаю. Нет, это просто жесть. Она реально... Куда ты полетела? Почему ты растеклась на ровном месте? Что это такое вообще? Короче, подводка дизлайк максимальный. А теперь за тысячу. Из моего бьюти-бокса. Смотрите сразу, линии тонкие, красивые, рисуют все здорово. Париться не надо. Ну, просто невероятно. Как спасение, дала свои за вторым глазом! Как? Этап 9. Карандаш для губ. Как вы думаете, сколько стоит самая дешевая косметика, которую я купила на Wildberries? Вы, надеюсь, уже написали ваше предположение? Потому что я дала 40 рублей за карандаш для губ. И вы знаете, карандаш для губ за 40 рублей выглядит пугающе хорошо, потому что он реально огромный. И в комплекте точилка. Прикол этого карандаша для губ в том, ну, то, что он выглядит как бау-карандаш для губ. Ну, и надеюсь, что это не так. Хотя, конечно, есть много косяков. Ну, а что мы с вами еще хотели бы за 40 рублей? Подождите! Я думала, что этот карандаш из Китая, потому что я думала, что мы делаем, например, китайской косметики, но он сделан в Европе. Развод теперь и тут развод. Этот цвет тоже нельзя было выбирать, ты просто приходила на страничку Wildberries, там были рандомные карандаши, и было написано, что тебе достанется лотерейный карандаш. Но мне достался такой коричнево-оранжевый, в принципе, такой цвет я тоже часто ношу, уважаемый. Пробуем карандаш. Карандаш с точилкой меня не может не радовать. Но пока что, того, что я ощущаю, он очень сухой. Да, кстати, я преобразовала свой макияж, потому что захотелось выглядеть нормально. Так этот жирный блин на лице вместо лица. Ужас! Жело комментировать и красить губы одновременно, но как будто мне нравится цвет, но мне вообще не нравится текстура и как наносит этот карандаш. Знаете, он как будто бы слишком мягкий, слишком жесткий одновременно, и поэтому ты вообще не понимаешь, что с ним делать. Странное чувство. При этом он не средний, это важно. Цвет реально, мне кажется, крутой. Самый себе, карандаш не крутой. И подчеркнул все вот эти шелушения на губах. Они у меня, кстати, есть абсолютно всегда, в любом видео. У меня вот эта часть губы всегда была сухой. Но так это никогда не выглядело на видео, я в шоке. Что я вообще вижу сейчас? Фу! Я подумала, нормально, потом посмотрела поближе, это просто трэш. Ужасно. Это вообще было не круто. Ноль крутости. Фу! Карандаш получил от меня поездку в мусорку. Карлин, можно тебя попросить выкинуть его нахрен? Яйца там лежат. Этап 10. Тинт. Меня очень пугают упаковки с Вайлддресса. Как человек, который занимается собственным брендом, спойлер на Вайлддрессе не будет. Я понимаю, почему они делают такие страшные упаковки, но дышать от этого становится не легче. Я сказала, дышать, жить. Мороженое! Прикол этого тинта в том, возможно, поэтому он стоит столь дешево, ты не знаешь, какой цвет тебе придет. Это буквально история про рандом. Ну, мне пришел вроде какой-то адекватный цвет, на самом деле. Морковно-красный тинт. В принципе, я к таким оттенкам нормально отношусь, только вот куда он делся с моей руки, что это за странная жижа. Я еле-еле отмыла этот просто ужасный карандаш вообще со своих губ. Это реально было сложнее, чем я думала. Ужас. На губах до сих пор неприятно, как будто я от дерева почесалась. Отвратительное ощущение. Вы часто с Вайлддресса заказываете? И если часто, насколько часто вы бываете довольны вашими заказами с Вайлддресса? Может, у вас вообще какие-то кринжи истории были? Напишите, пожалуйста, реально очень интересно все это прочитать будет. А я тем временем буду наносить тинт. Благо, что здесь все достаточно просто. Тинт, честно, обыкновенный. Неплохой, нехороший. База! Ладно, тинт мне довольна. Попытка в пинцет. Я заказывала себе одноразовый пинцет, чтобы делать азиатские реснички. Ну, знаете, вот так вот, пым-пым-пым снизу, потому что металлическим пинцетом мне что-то стрёмно было повторять эту технику. Я потом нарешила, я закажу себе пластиковый пинцет. И в итоге, походу, мне пора становиться хирургом, потому что это что-то для операции. И в глаза этим я бы явно лезть не стала. В моей вселенной это выглядело как-то так. Ну, выглядит, наверное, страшно пипец. Подписчики в Телеграм-канале, вообще, отдельная благодарность хочу сказать именно вам. Потому что большинство из вас уже давно знали о этом видео, накидали мне кучу артиклов и идей. А те, кто еще не подписан на мой Телеграм-канал, я до сих пор не понимаю, почему вы это не сделали. Но специально для вас у меня есть интересное предложение. Сегодня макияж, который у меня получится, получится, ну, вот таким. А я хочу, по-моему, научить вас делать поэтапно вот такой вот макияж. И я выложу туда фото-туториал с разъяснением, что нужно делать. А также буду ждать ваше повторение макияжа, ну, у меня в Телеграм-канале, чтобы мы вместе с вами могли разобрать какие-то возможные ошибки. И, ну, в общем, поделиться друг с другом своими работами. Что ж, всем пока. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал и на мой этот Ютуб-канал. В предыдущем видео. Я не знаю, мне столько выходить, я не уверена, что я должна. И что бы я должна была с ней делать. Парижанка. Такое ощущение, как будто кто-то поносил мне пахнут духами чьим-то. Растегивать тебя, что ли? Нет. Понятно, я не понимаю.